Музыка Садоводы и огородники, всем привет! Наступает у нас период сбора поспевших тыкв. Полезнейшие и питательные вещи, незаменимые на нашем столе. Красивые, сладкие. Возникает вопрос, а как их сохранить на зиму? Если обратиться к параметрам хранения, то вот они написаны. И отклонение от этих параметров приводит к резкому изменению сроков хранения. То есть тыквы начинают загнивать, сохнуть, ну разные вещи. Существует отличный способ хранения тыквы в домашних условиях, сохраняя все питательные вещества и занимает совершенно немного места. Можно, конечно, хранить и тыквы целиком, попробовать, но мы пробовали, у нас особо не получалось. Вот мы готовим порционные объемы. На этом я остановлюсь. Для чего мы готовим эти порционные объемы? Вот можно разложить просто в пакеты. Здесь у нас по 300 грамм разложены. И таким образом заморозить. Но самый лучший способ это замораживание с помощью вакууматора. Кладем вот тоже содержание этих пакетов в спецпакеты и начинаем пользоваться вакууматором. Почему можно тыкву так замораживать? Сока в ней нет, как такового. И она прекрасно вакуумируется и прекрасно потом хранится. Сейчас мы на этом остановимся. Вот мы включили в вакууматор. Воздух он весь высосал. И включается, вот как вы заметили, красная кнопка. Это пакет запаивается. Все запаялся. И получилась у нас вот такая вот конструкция. Плоская, не занимающая, много места. Вот можно сравнить слева вакуумированный пакет, справа простой. То есть объем на глаз видно, что за разу меньше. Вот и из этого второго пакета мы делаем то же самое. Немножко пока идет вакуумирование, можно слегка его расправить, чтобы он был более плоским. И в конце концов у нас получается второй пакетик. Это все делается очень быстро и просто. Вот они наши два вакуумированных пакета. Как вы можете заметить, места они занимают совершенно мало. И можно хранить даже в обычной морозилке, обычного холодильника. Как вы видите, места они занимают немного. Что мы готовим? Ну, вообще существует сотни различных рецептов. Но мы предпочитаем готовить пшенную кашу. И вот я вам сейчас покажу рецепт. Ничего здесь сложного нет. Берется 300 грамм тыквы, порезанной кусочками, или вот замороженной. Можно класть даже замороженной, ничего страшного не будет. Ну, добавляется пшено, да. Обработанный кипятком для того, чтобы горечь устранить, добавляется полстакана риса, 400 миллилитров молока, сливочное масло немножко, это кому как нравится. Соль, сахар по вкусу. Можно добавить горсть изюма. И варить в мультиварке. Это прекрасно и вкусно, и быстро. Блюдо замечательное. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И до свидания.